тут получилась интересная дискуссия ну вы знаете я всегда говорил и говорю что если хотите в европу нужны кассовый аппарат да 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 ну такая жизнь в европе действительно есть маленький недостаток на платить налоги ну что европы хотите да не не спорю в африке кассовый аппарат нет не ну магазинах есть там нет да в африке вы хотите нет да в андерасе между прочим тоже кассовый аппарат сложно найти а в украине да то что происходит поймите вот это есть реформа внедрить кассовый аппарат да да настоящего настоящая но и получилась дискуссия часто предприниматель против касса аппарата против гейтмацева ну и конечно против моих идей говорит вот и ну и соответственно рассказывает что мелкий бизнес да приходится там ну что называется работать небольшой оборот естественно провинция оборот торговли слабоват ну и говорит вот кассовый аппарат меня убьет потому что ну я так с разговором понял что все черная касса полная черная касса да да я понимаю что там и кума отпустил под карандаш свату под карандаш этому дал этот защита нет это все понимаю я все ребята это понимаю это кодно не понимаю чего не закрыть маленькая ситуация ну поймите правильно исходя из такой логики давайте пускай все платят налога я платить не буду так бандюки говорят не ничего лично но вот если вы беседуете с рыцаком рецидивистом он всегда объясняет очень просто вот почему он совершает преступление а кто вам мешает типа я совершаю ну вы что логики понимаешь он считает что ну вот как считает что все а я я имею право я имею право совершать преступление потому что я пацан конкретно то же самое здесь человек считает что он должен работать и не платить налоги а все остальные должны платить почему а мне плохо это еще за решет любой рецидивистом будет рассказывать как он мать 5 как его тяжело запомните раз навсегда я довольно долго живу и встречал очень разные периоды советские 90 так дальше вы даже не представьте себе не может как ночью поменялось советское времена не было торговли ну за спекуляцию садили 90 шальные да да ой так а спракт не было да действительно были моменты когда ну даже магазин довольно большие наличка 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 серьезно это все была интересная ситуация мешок налички принесли только было налоги не платить не ребята вот только не на вот этот вот 90 ну как бы появилась уже фискальная система значит платить народ возмущается понимаете ситуация довольно проста мир не стоит на месте все меняется то что было в 90-х нулевых и уже нет да ну вы сами знаете что действительно сейчас интернет-роллер вызывает и сейчас да действительно ну скажем а так ну не скажу что сильно на провинцию тоже пошло то есть да действительно сейчас человек по смартфон ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты его доставили магазин не нужен не нужен поймите правильно я не то что выступая против кассы аппарата я говорю вот вы хотите реформу не должны так вы хотите зарплату как в европе да надо сделать вот такую реформу не так не бывает так не бывает что все не хотят все не платят налоги а вот зарплата так не бывает тут все довольно просто поймите в бизнесе всегда есть создаются на компании разоряется создаются разоряется меняется бизнес но я говорю что вот если посмотреть за время моей так сказать жизни столько менялась модели бизнеса столько менялась как платили нулог как не платили было ну что ну представьте вот сейчас сказать а давайте возродим как было 90 да не надо то же самое поймите если вы не застряли еще в те времена говорите нет ничего не надо хочу по старинке ребята вот так вот закрывать серьезно серьезно и ничего личного ну ваше время закончилось это почти то же самое то же самое когда например но от меня знакомые которые действительно начинали бизнес торговали на базаре причем сами торговали и был но 90 там был действительно момент когда было выгодно шикарно замечательно а потом получил ситуация когда они торгуют а прибыли меньше 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 и не должно быть долги по заладу товара купили продать не могли тому и чуть ли не пытались как-то говорить ой разори но джил тут тут базарный эффект который был тогда начальник исчезли что вы хотите а вот сейчас не вернется то же самое здесь поймите времена этих кустарных магазинчиков сарайчиков они проходят да действительно если вот уже будете скажем тоже германию быть моя там нету мафов физическими там даже если есть вот это мало ходит это ходит сеть то чуть а у классических мафов таких даже базара такого как у нас там такого полу точно не вот есть базар и мы совершенно другие все меняется вращаю внимание что польши было очень много когда-то чпш никому мафов ну такие это же боже как там возмущались как говоришь это нельзя что это плохо где будет люди а где будут люди работать ой это тема такого популярного там ничего через коленка так капа касса аппараты ввели вот этих упрощенцы уничтожили уничтожили да и там есть не в польше тоже система экономика но не в таком виде кого нас и знаете ничего работать причем от прошло время и там есть люди которые ностальгируют ой как хорошо было когда были базар сейчас больше таких базаров как раньше не было ну сейчас сейчас такие а раньше были там это контрабанды и базар нет ой как хорошо ребята ты сейчас говоришь хорошо а зачем например это то было время причем то время ну все все оно прошло и не вернется и говорит что нет все меня так и здесь помните ситуации если действительно удастся вот сейчас команде зеленых додавить я очень надеюсь то лет так через два-три понимаете все говорить чем раньше не сделала почему раньше не великас аппарат вы сами видите насколько это лучше проще и эффективно когда действительно ну часть бизнеса закроется откроется новый серьезно более качестве более лучше более удобно серьезно и более прибыльный тоже серьезно мир не стоит на месте но есть люди которые по наивности за бабло бегают до верховной рады за бабло и почему-то думаю что если вернуться в прошлое то может что-то вот лучше нет будущее это за будущее а прошлое это прошлое поняли на такая ситуация